Дорогие друзья, доброго времени суток! Меня зовут Гудмен, и я продолжаю проходить игры по вашим заявкам. На очереди у нас игра «Город-призрак. Проклятие машин». Честно, совсем ничего не слышал про эту игру, вот только буквально недавно про нее узнал, но заставочка выглядит впечатляюще. Игра 2013 года, если я ничего не путаю, то есть в то время, когда игры были действительно в этом жанре качественные, и можно встретить очень редких и в то же время интересных представителей этого жанра. Я, друзья, выставил уже максимальную сложность, режим эксперта. Давайте начинать. Очень, кстати, мне нравится музыка и очень симпатичная девушка. Все, друзья, поехали. Всем приятного просмотра. Но, слушайте, как обычно, я всегда забываю, но если вам хочется пораньше посмотреть мои прохождения, переходите на Boosty. А если вы тоже хотите оставить заявку на прохождение какой-то игры, переходите в группу ВК, там есть соответствующая темка. Все ссылки под видео. Все, друзья, поехали. Запасайтесь вкусняшками, мы начинаем. Он считает, что машины имеют души, и говорит, что мы должны воспринимать их как будто они живут. Что крак-пот. В любом случае, он стал рекллузем и не принятил интервью в годы. Это не будет легко признать его поговорить с вами, но если вы успешите, вы сможете написать свой свой ticket для успеха. У меня никогда не принятил ответственность для ответственности. Мы получили это вчера. Это его новая 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 инвенция. Уйдите его для броски с ним. Теперь, идите в его дом и не возвращайся до того, чтобы у вас есть история. Я хочу это на моем столе по фраду. Позвольте это. Продолжение следует... После рецессии, автомобильная индустрия упрямляла, и город умерла в декабре. Я чувствую, как кот на холодной теннике. Я думаю, что это где он находится. Я either convince him to speak with me, or I'm not a New York City journalist. Блин, очень люблю игры с заброшенными городами. Так, инвентарь не прикрепляется. Опять же, чувствуется бюджетность этого проекта. То есть, даже заставка. Вот мы буквально недавно играли в несколько игр от студии 5BN Games. Они чуточку позже созданы. Но уже чувствуется, насколько там ролики лучше, качественнее сделаны. То есть, явно бюджет... Опять же, явно-явно. Тавтология, друзья, извините. Бюджет там точно больше, чем в этой игре. Но мне здесь безумно нравится рисовка. Вот как круто художник играет с тенями. Прям... Вот... Я не знаю, меня эта рисовка прям просто потрясает. Как красиво нарисованы персонажи. То есть, да, я пока только девушку видел. Но, по-моему, это прекрасно. Меня зовут Рэйчел. Я давно работаю в местной газете. За плечами большой опыт и целая кипа статей. Но последнее время она скучила писать про все эти светские вечеринки. И вот удачи мой шеф предлагает взять интервью одного известного изобретателя. Мистер Кемпингс создал много хороших авто. Был создателем одного из первых автомобильных заводов. Но затем с головой ушел в свои личные изобретения и отдалился от людей. Шеф вручил мне какую-то штуковину, которая является его гениальным изобретением. Хм... Интересно. Не терпится встретиться с этим человеком и разузнать у него поподробней, что это за механизм и как он работает. Ну, дневник очень хорошо прописан. Опять же, смотрим, друзья. Так, это, видимо, карта. Рукоятка, скорее всего... Кстати, как будто бы инвентарь прикрепился. Каким-то чудом. Нет, отлепился. Ключ. И свет пропал. Да... Похоже на карту промышленного района. Половину территорий занимают огромные здания, скорее всего, заводы или склады. Сверху проходят железнодорожные пути. Интересно, здесь еще ходят поезда. Если верить этой картине, я нахожусь на месте обведенным красным кругом. Что это за фигура в окне? Мистер Кемпинг? Почему он тогда не открывает мне дверь? Нет, это не он. Что-то случилось, и я должна обязательно все узнать. Блин, одна в городе. Блин, ну это... Да, это интересно. Не хватает вентиля? У нас... Стойте. Я надеюсь, это ключ не от его дома. Откуда у него ключ от его дома? Если вы читаете это письмо, значит, я в большой беде. Мой помощник, возможно, погиб. Мы стали жертвами чудовищного обмана. Нужно остановить это всеми силами. По-моему, моя статья будет не интервью, а расследованием. Что же могло произойти с мистером Кемпингом? Ну, логично. Это же Volkswagen Juke, скорее всего, да? Старенький машинка это. Так, ну, друзья, опять же, 16 предметов. Пробуем по списку определить, что нам надо. Правда, один большой минус есть для меня. 8 предметов еще не видно даже. То есть, надо просто подумать. Давайте, пока я отсюда выйду, обыщу всю локацию. Без пароля у меня ничего не получится. Дверной ручки не хватает. Как-то открыть дверь без ключа. Короче, вроде как понятно, да, чего не хватает. Ага, не могу достать. Нужно чем-то подцепить. Так, 4, 7, 3. Крюк. Крюк. Ручка дверная, да? Ага, вот мы ручку нашли. Все хорошо. Ну, без ключа надо, по идее, какие-то отмычки, либо что-то тоненькое. Так, бант. Вот, отмычка. Я беру отмычку, друзья. Сразу говорю, я возьму отмычку. Так, смотрим дальше. Две звезды. Звезда пленительного счастья. И что же ты нам? Крюк. Зубная щетка. Бант. Ага. Опа, компас где-то вот здесь вот. Раз. Оп, тут лягушка внутри. А там бабочка. Видите, как удобно это работает. Вот земля. Пляшка. Пляшка. Давайте еще раз проверим, как это сработает. А не как уже. Внутри как будто вот эта монета меняется. Смотрите. Очень странно. Обратили внимание, да? Монеты есть, монеты нету. Но опять же, бюджетность. Чувствуется здесь бюджетность этой игры. Поэтому мы еще увидим, какими-то такие косвенные причины. Если, конечно, будем крайне наблюдательными. А мы с вами иногда бывает очень наблюдательные. Так, у мишки что-то не хватает. Второй половины, видимо. Вполне, кстати, может быть здесь какая-то составная часть. Но вроде нет. Одну звездочку нашел. Звезда вторая здесь. Хорошо. Музыка весьма такая интересная. Но сцена поиска, могу сказать, не очень простая здесь. Предметов много. Я не знаю, если будет повторяться. Может быть, вот такой долгий поиск мне и поможет потом. Так, левер и фляжка. Слушайте, что-то я ни одного, ни другого не вижу. Так, еще медведь и вилка. Вилка вот. Надо чем-то, получается, обрезать. Нож какой-то нужен, по идее. Может быть, опять здесь найдем что-то острое. Нет, вроде нету ничего. Кассета, монета. То есть два предмета я фактически нашел, но не знаю, как с ними взаимодействовать. Что самое любопытное. Еще где-то клевер и фляжка. Так, это, видимо, выхлопная труба. А, блин, а сложно, действительно сложно. Я не вешаю эти предметы. Надо зашторить. Может быть, так полегче будет. Так. Фляжка. Ну да, фляжку сразу увидел. Я там как раз отсвечивала в том месте. Так, клевер. Мишка. Нужно чем-то разрезать веревку. Так, клевер. Блин, эти листики, они всюду... Вот клевер, кстати. Эти листики всюду, как-то так, знаете, немножко это, напрягают. А вот и нож. Блин. Ну да, зашторил. Как-то сразу пошло дело. Все-таки, когда слишком ярко, не очень хорошо. Да, друзья, мы догадались. Напомню, друзья, наши правила в таких играх. Если есть сцены поиска по списку, преимущественно, и предмет из этого списка мы берем себе для дальнейшего какого-то исследования локаций, мы пытаемся логическим путем, иногда логическим, иногда в режиме угадайки, пытаемся догадаться, что за предмет нам нужен из представленных. Такая, знаете, своеобразная игра. Вот в данном случае можно даже вести счет, и пока что мы впереди. 1-0, игра нас не обманула. Слайд, ага. Какой-то был слайд, и он мог пройти мимо нас, да. Дом весьма заброшенный. Странная записка, может быть, я думаю, друзья, тут объяснить ничего не буду, все понятно и так. Так, что это? Камень. Весьма специфичный. Какая красивая картина. Мистер Кемпинг, наверное, был преуспевающим изобретателем. Мне нужно обязательно найти его и узнать о подробностях, что тут происходит. Он вроде был замкнутым человеком и никуда не выходил. Так куда же он мог деться? Ох, эти звуки прекрасные. Опять слайд. Ножка от стула. Что у нас тут? Не хватает деталей. Какая-то сложная задачка. Да, кстати, с головоломками в этой игре мы еще не встречались. Немногие могут себе позволить заказать свой портрет, тем более такую шикарную картину. Видные изобретения приносили неплохой доход. Мистер Кемпинг, что же с вами произошло? На картине вы выглядите таким спокойным. В коридоре на столике я нашла фото известного гонщика Стэнли Бридена. Весь мир помнит его блистательные победы. К сожалению, друзья, ничего не знаю про такого человека. Может, вообще его не существует. А может, существует. Но я как бы не знаток. Гонок всевозможных. Вело, мото, авто. Чем-то срезать смолу. Ну, наверное, тут мы все изучили. Получается, тут пока все. Давайте двигаться сюда. Так, вот и демоны подъехали. А чего он тогда испугался? Это невероятно, что это было. Мистика. Человек посреди гостиной вот так взял и превратился в облако дыма. Кстати, это же его силуэт я видел в окне. По-моему, он пытался уничтожить в окне какие-то документы. Ну, пока единственное, что могу предположить, что это и есть мистер... Как его там звали? Мистер Кемпинг, да. И он ничего плохого нам не желает. Просто его изобретения, возможно, представляют какую-то опасность для общества. Но, там... Возьмем за основу какой-то, знаете, правительственный заговор. И он пытается скрыть улики. Ну, пока только так. Так, потом все поменяем, если вдруг что-то поменяется у нас. Так, смазка, ну... Так и не достану, нужно потушить огонь. Так, пока не потушим. Капсула. А вот и странный камень. Один из трех. Три человека. Ага, я понял. Будет история о трех друзьях, да? И кто-то, что-то, кому-то где-то перешел дорогу. Картина уже вырисовывается. Никакого заговора правительства, наверное, не будет. Все-таки. Так, слушайте, ручка. Мне кажется, это может быть вот здесь. Не будем пока далеко убегать. Элемент механизма. Один из четырех. Четвертый слайд. Радует пока, что нету, вот знаете... Ну, хотя это тринадцатый год, уже не было такой моды на сцену поиска. Если бы эта игра была 2010 года, уже в каждой локации практически сцену поиска была бы. Так, ножка стула у нас есть. У нас есть ножка стула, я сказал. Есть. Все правильно. Лампочка. Ключ. Еще один элемент механизма. Но он тут явно не живет. Очень заброшенная кухня. Прям вообще так. Пока мы все не изучили, я не буду пока даже перебирать с предметов, что нам надо. Это будет в самом деле угадайка. Там какая-то тень опять была. Пятый слайд. Половинку нашли. Так, есть смазка. Так, есть смазка. Ага, забрали с собой вентиль. Под локация почему-то не исчезла. Ага, опять же, бюджетность проекта, друзья, они просто решили, забыли это сделать. Чего-то здесь не хватает. Сложно сказать чего. Вот тут какие-то символы были выгравированы. Может быть, выгравированы что-то со мной. Может быть, подсказка какая-то. Холодильник не открывается. Это все та же под локацией. Ну, тут как будто надо знать, какие символы. То есть, повесить туда, наверное, можно. Так, 17, вентиль, ручка. Ну, давайте смотреть, предполагать, что за предметы, где нам надо. Будет интересно. Галстук, полагаю, нам не нужен. Портрет. Полагаю, не нужен. Звезда, полагаю, тоже не нужна. Веревка, предмет полезный. Но, наверное, тоже пока ничего с ним не сделаешь. Так, красная. Это не красная. Ну, бабочка тоже мимо. Нож. Ну, три ножа. Если был бы один, я подумал бы. А так как три, наверное, это просто для сцены поиска сделано. Что-то пока ничего не подходит. Кисточка мимо. Грибь мимо. Яйцо. Ну, это скорлупа, скорее мимо. Это не морковка, кукуруза, что ли? Это перец. Вот морковка тоже мимо. Вишня мимо. Замок, чистая тарелка, кружка. Слушайте, я реально даже не представляю, что здесь нужно. Найдерка. так замок я понял ну слушайте у нас даже из активных зон ничего такого нету потушить чем-то может там какая-то емкость была но воды у нас нигде нету камней таких я тоже не видел символа таких кнопок тоже не было а вот чем-то слушайте нож тогда возьмем три ножа один из ножей наверное все таки но я как-то предположил что нет ну пусть будет нож это полезный предмет и часто используем и почему бы и нет попробуем друзья нож взять ну-ка нож хотели нас обмануть да друзья три предмета подсунули нам а мы вот выбрали самый лучший ножик на это было непросто наверно а игру был бы один нож я бы даже не думая взял а тут три это смутило меня если честно радует кстати что предметы некоторые которые мы используем они друзья не исчезают хорошие жуткие звуки какие-то формулы смотрите так это явно отсюда ваза разбита на крупные осколки можно попробовать ее склеить еще один гонщик еще одна капсула эту фотографию автогонщик и пару других вещей я нашла в спальне мистера кемпинга склеить у нас тоже в принципе не чем не забывать забрать пиджак из химчистки так пиджаке на кровати я обнаружила записку с непонятным для меня рисунком для чего все эти шестеренки так второй камень нашли клей до клей момент клей момент самый лучший клей ваза но это чтоб потушить но у нас то с водой никакой там не было зоны взаимодействия выберите парное изображение они здесь есть может быть собака и собака водонапорная водонапорная башня машинка и машинка поезд поезд опять же местность гористая вам уж две мужчинки дома девушка картине что-то спрятано работаем ножиком третий камень это хорошо ну вроде бы вроде бы как тут все тут честно даже по моему делать то нечего да мы тут все заделали все все закрыли можно отсюда уходить по всей видимости но я не знаю тут точно никто не живет прям место такое знаете заброшенное заброшенное уже ох уж эти изобретатели ну не хватает еще фотографии 1 я думал про эти цифры не хватает еще одной фотографии надо воду нам найти а воды у нас нету чтоб потушить вас это пустая правильно ваза пустая то есть капсула тоже не отсюда странно мне показалось что у слайдов уже 5 должно быть чем их 4 пишется еще кстати друзья бюджетность проекта появляется в том что здесь очень медленно все срабатывает то есть знаете я уже иногда привык быстро все нажимаешь да и там раз раз вернулась отвернулась а тут как-то немножко вот нет такой вот динамичности повторной сцены поиска друзья обращаем внимание пока не буду ничего искать но для себя делаем пометку что сцены поиска повторяются сейчас еще проверим насколько это хорошо или плохо реализовано предметы которые мы искали они исчезнут или нет 49 где-то я видел этого мужчину наверное это какой-то известный автомобилист жаль что фотография сильно обгорел и интересно зачем этот странный человек пытался ее сжечь все 49 253 странно что порядок известен а мне так надо подбором было делать ну ладно может все таки надо и в подбором ладно поставим 25 49 25 в порядке в котором и а вон тут же подсказки были первое второе третье место я сразу внимание на это не обратил можно было без угадайки делать расписка я уильям джордан кемпинг принимаю денежную помощь от миллиардера лутергейст а за что за что обязуюсь предоставить беспрепятственный доступ к документации своих разработок а может миллионера миллиардера пусть будет миллионера случае конфликтной ситуации мистер лутергейст имеет полное право прекратить финансирование моего проекта и получить часть имеющегося оборудование результатов эксперимента на момент расторжения договора но во первых договор считается недействительным и расписка тоже так как не указано какая часть именно обязательно надо указывать именно кто это заверял всех можно лишить лицензии на выдачу таких документов что подразумевается под понятием часть 5 6 7 8 1 3 1 10 это очень важно такое указывать не могу казнить да хочу помиловать так ну что давайте сходим еще наберем вазы водички я так полагаю нам еще вода понадобится удобно кстати ходишь поливаешь тут больше не понадобится сцена поиска осталось предметов новых нет возможно там будет элемент механизма потому что в принципе у нас осталось только здесь под локация а мы все поделали тут мы все поделали и здесь что-то непонятно тут надо как будто бы знать серьезно какой-то этот либо такой же диск должен быть но как-то не похоже на такие же диски как вас сюда впихнуть непонятно короче ладно идем к сцене поиска я вот знаете что я не помню где вторая сцена поиска была по моему наверху серьезно я не помню где была вторая сцена поиска по моему здесь тут пока чисто ладно сцена поиска смотрим что нам подарят облака так сразу смотрим клевера нету я его специально запоминал клевера нету тут что-то лежало тоже то что мне отсвечивала причем не помню что но тоже нету ну да предметов стало меньше какая прелесть фотография и камень вполне может быть камень кстати бита два часа дня монета 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 нитки линейка линейка нитки якорь мочалка губная гармошка аудиокассета вот облако я прям не помню хотя тут был какое-то изображение странное вот это вот это не то да булавка где-то здесь стойте вот она окно молоток и письмо она как-то крыта да ну предметов здесь очень много добавили я про это говорил может быть в письме есть как что-то ценное что поможет нам открыть я не знаю дверь кнопок здесь этих не было о чем я говорил письмо блин я даже не знаю друзья что здесь взять можно прям только две локации которые нам остались может что-то я подзабыл 1 ищем письмо и смотрим а я беру облака вот эта кнопочка для головоломки все отлично последний предмет тот что нам нужен был прям зачетника получилось так расставьте правильные элементы чтобы открыть дверь так они еще вращаются да здесь паук и птица как будто бы сразу все на место стало ну наверно да сюда бы рыбку пригнать я сделаю так а потом рыбку сделаю так листик листик это дерево сразу так и капля дождя наверное так ну и все собственно решили так новая локация смотрим hello i'm glad you're here my name is matthew mr camping and i were working on our latest car when cheater guys deceived us however we have a chance to set things right take this it will come in handy and thank you i couldn't do this alone перевод кстати не полный еще в первом ролике целое прям кусок предложения пропустили и не волосы файме help us find the mall чувак открылся его схватили и его схватили так читаем мысли нашей героини мне тоже интересно посмотреть что она написала какая-то странная расписка кто этот мистер полу плутергейс неужели этот человек в шляпе это было полной неожиданностью встретиться в кабинете мистера кемпинга его помощника мэтью у нас оказалось так мало времени на разговор прежде чем человек в шляпе утащил его мэтью успел передать мне странную вещицу но времени на объяснение не было поэтому дальше буду разбираться сама мне нужно помочь этому молодому человеку найти мистера кемпинга где-то я видела этого мужчину это мы читали как-то странно добавилось опять же скидываем все на бюджетность проекта да да это странно так все отмыть но тут отмыть есть водичка нету тряпки да нету какой-то тряпки что это не хватает основной детали детали у нас тоже нету пока ничего у нас нету все плохо что здесь о это интересно как все медленно открывается вставляется перемещается нажмите на значки с той же последовательности в которой расположены рисунки на капсулах менять можно сторону там по диагонали а я понял все понятно будем искать окно одно я нашел одно нашел я так полагаю здесь все будет по горизонтали потому что а нет она отжимается кстати видите как тоже нашел раз два три четыре пять неправильно пока если вот так пойти последние последние чуточку сложнее да вроде все нажал прикольная задачка узор а на столе что-то было кстати на столе вот здесь цветные лампочки здесь цвета кемпинг и плутергейст подписали соглашение о сотрудничестве изобретатель кемпинг известный своими разработками в сфере автомобилестроения подписал контракт с плутергейстом предложившим свою спонсорскую помощь работа над новым проектом продолжилась кто-то усердно вырывал эту заметку из газеты опять речь о загадочном проекте мистера кемпинга плутергейст пока естественно ничего не понятно зачем мне эти лампочки у меня осталась только одна активная зона а лампочки кстати может быть к той двери как вариант давайте сцену поиска может проверим на всякий случай по идее должна появиться наш наверху была вроде нет реально забыл где сцена поиска была две сцены поиска я забыл а может на кухне кстати вот здесь вот да но пока не будем делать потому что неизвестно выберите по четыре кнопки в каждом секторе да а а а а а а а а а интересно что я что-то пропустил и может тут подсказка есть давайте поищем все предметы не забуду так не факт а там тряпка может быть кстати здесь вот тряпка я беру тряпку я беру тряпку ножницы прихватка можно быстро искать особо не париться да так кексик кексика нету а очень хотелось бы так подковы и яблоко остались подковы я тоже видел так банку надо открыть открывашку я тоже тут видел вот она так что тут еще терка что-то надо сыр не попал праздничный кекс свечку надо наверное сверху накинуть так роза в вазе роза это что ли это кувшин какой-то тоже не ваза может это ваза у них бутылка какая-то скорее так берем тряпку идем наверх там должен быть код какой-то скорее всего потому что подсказы в дневнике я не видел ой куда я пошел а не хватает одной плитки то есть это даже не подсказка значит какая-то проверка должна быть по идее того что я выбираю а может быть что-то общее должно быть но как можно числа связать с предметами если здесь как-то можно что-то придумать дату как по-другому сделаешь вообще два одинаковых вот все выбирай вообще непонятно может тут все что может гореть светить давать свет допустим да и звезда по идее если то что же а тут какой аналог может быть тут вообще непонятно а а а а а а а а а в а а а а Продолжение следует... Никаких косвенных подсказок я прям не вижу. Либо я что-то пропустил. Что вот это такое? Сюда нужно поместить амулет. Подсказка вот, но мы и не пользуемся. Нам она не надо. В дневнике ничего нету. Давайте вернемся на улицу. Может третья сцена поиска появилась. Хорошо, даже если брать какие-то предметы, которые есть там на картинке. Кстати, может быть здесь что-то. Меня еще очень сильно смущает, что там цвета почему-то присутствуют. То есть цвета что-то значить должны, по идее. Не могу уловить, что они могут значить. Давайте еще раз просмотрим дневник. может быть что-то все-таки найдем. четыре провода между прочим. шестеренки больше знаете как мне кажется относились бы к этому. то что наверху да идеи вообще не о том. по какому принципу это работает? да слушайте загадка такая блин жесткая. или я что-то не улавливаю здесь? по четыре кнопки в каждом секторе. почему по четыре кнопки? слушайте наверное я понял. по четыре кнопки. четыре похожих. блин я реально все усложняю. блин просто прочитаю условия внимательно. но тут четыре точки нет. четыре точки нет. три треугольника. а тут можно и два треугольника. но тот же не подходит. а тут две точки. может быть так. так ну здесь давайте то что свет дает. так а здесь животные. блин. сам же все усложнил. чё цвета эти меня смутили если честно. так его уж схватили. чё он тут уже рисуется. не понял. на заднем дворе мне снова встретился Мэть и он позвал за собой. почему же он испарился как призрак? что здесь? чёрт возьми происходит. слишком высоко нужно на что-то встать. поставить лестницу. так не достать. нужно чем-то разрезать ветки. а здесь лестница. там надо чем-то разрезать. что здесь? а какой-то элемент механизма. все понятно. лестница на базе. сцену поиска пока оставлю. хотя подозрю. но пока что ничем мне не угрожает. поэтому бояться я думаю его в принципе нечего. лутер гейст ждет меня за калиткой. что ему от меня нужно? ну ты вторглась в какие-то его дела. поэтому он что-то от тебя хочет соответственно. так ну либо нужен дымарь. либо нужен секатор. либо топор какой-нибудь из предметов которые вот нам здесь надо. а тут получается нужен какой-то символ. в принципе и здесь надо лестницу поставить. прикольно кстати реализовано. такое редко используется. медальон. перемещайте части головоломки чтобы получить рисунок. так ну это выглядит не сложно. это выглядит не сложно. так не хватает одной шестерни. ну вот у нас. то что надо найти уже стало на один предмет больше. еще и шестерня нужно. шестерня, дымарь, топор либо секатор. смотрим что здесь есть. топор. пока делаем выбор на топоре. ручная дрель. и секатор есть. ну давайте секатор. все-таки там секатором удобнее будет. топором то можно что-то важное. мне кажется. это ножницы. хотя это ножницы. это ножницы. да. спасибо за perd RAW. игра на очкинуть. красавиат б Поджечь бумагу нужно, чтобы получить пепел. Я возьму секатор, пожалуй. Все-таки перо я, наверное... Ой, перо. Топор я, наверное, не буду брать. Я бы взял. Я бы взял и то, и то. Хотя на призрака, мне кажется, не сильно поможет. И топор, и все остальное тут не помощники. Лошадь. Книга и перо. Не попал. Попал. Книга осталась. Ищем книгу, друзья. Что-то с книгой какая-то беда. Не вижу я книги здесь нигде. Кликаю. Даже специально уже. Кстати, я сделал только три клика быстрых, неправильных. И сразу затемнение пошло. До этого я все четко нажимал. Идея книжка в портфеле, либо где-то в полке какой-то лежит. Но нет, смотрите, ничего не видно. А, в тисках. Все вижу. Точно. Ну что, секатор? Берем секатор, да. Естественно. Дымарь, еще один слайд. От души. Там не то, что пчела. Там вообще ничего не выживет. Плитка. А плитку надо идти назад. Назад. Последнее действие в доме, кстати. Ой, боже, что мне все в спальню тянет? Слушайте, прям, прям интересно. Расположить элементы в нужном порядке. Предположу, что должно быть одинаковое количество секторов в ряду. То есть тут пять. Да, еще там как-то отзубцовка. Частоты зубцов, наверное. Ну, все облегчается в том плане, что здесь все фиксируется. То есть можно особо не переживать. А не зубцов, даже вот это вот становится шире. Шестерня. Все, отсюда уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделал по подсказке, друзья Там должно быть чередование Объясню почему, вот, видите Ну что, друзья, я думаю, пожалуй, на сегодня Можно остановиться, тем более сцена поиска Но я ее, естественно, запускать не буду Посмотрим, что там надо, какие предметы нам В целом Очень неплохая игра, чувствуется Опять же, бюджетность, несколько таких моментов Мы в ходе игры заметили Но сама атмосфера Удачные звуки, хорошие композиции Сюжет, наверное, пока Ничего такого интересного не привнес Но, знаете, когда есть призраки Это уже, наверное, интересно Я не знаю, эта тематика, видимо, вечная будет Как вампиры там, или уже как зомби Знаете, в наш мир вошли Вот эта тематика будет в любом случае Вызывать какой-то интерес Ну а на сегодня все, огромное вам спасибо за просмотр Играйте только в хорошие игры Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok